Аппаратное совещание Губернатор также поручил усилить контроль за безопасностью и комфортом пассажирских перевозок. Глава области поставил задачу сформировать региональную транспортную инспекцию, которая проследит за решением этих вопросов. С понедельника началась тематическая неделя, посвященная национальному проекту «Наука». В программе более 300 мероприятий. Неделя будет посвящена великому российскому ученому Владимиру Вернадскому. В рамках проекта, носящего имя выдающегося деятеля отечественной науки, началось сотрудничество Ульяновской области и Московского государственного университета. Сегодня в регионах будут реализовываться наиболее важные исследования научные, которые нужны для всей территории страны. И очень важно, что наш опорный ВУЗ, и соответственно он может все это другим ВУЗом распространить, будет принимать в реализации данных исследований участие. Но это не просто участие, как разрешение, давайте-ка поисследуем. Это еще и возможность наших ученых, скажем так, иметь доступ к самым передовым исследованиям мировым и российским, доступ к суперкомпьютерам, доступ к материальным вещам и так далее. Завершится неделя визитом в Ульяновскую область первого вице-президента Российской академии наук Андрея Андрианова. Ученый проведет первую в истории страны публичную лекцию в базовой школе РАН. В честь стать такой школой удостоилась гимназии номер один. Национальный проект образования была посвящена предыдущей неделе. По ее результатам принято вполне конкретное решение, которое улучшит доступность образовательных услуг для подрастающих жителей области. Мы презентовали будущий кванториум, который будет создан в 2020 году в городе Димитровграде на базе нашего колледжа. На мероприятии участвовали школьники, родительская общественность. Мы хотели максимально рассказать о том, какие возможности будут представлены для детей при создании этого уникального, по сути, учреждения. На создание Димитровградского кванториума выделено более 50 миллионов рублей. Обучение будет вестись по технологическим направлениям. А вот Ульянский кванториум губернатор раскритиковал. Вернее, не саму работу учреждения дополнительного образования, а его место расположения в новом городе. Территория вокруг детского технопарка неблагоустроена и оставляет желать лучшего. Мы говорим о правильной вещи, а в реальности, так сказать, детишки будут жить в веке 19-м или 20-м, то они нас не поймут. Они потом разбегут все, вот то, о чем, в общем-то, говорил и Асмус. По разным университетам, по разным городам мы весим. И не останутся здесь, и не вернутся сюда. И в памяти будет у них все эти ямы и чертополох. Министр образования и науки Наталья Семенова отметила, что до конца года будет проработано решение о переносе кванториума. Планируется, что он заработает на базе заволжской школы номер 72. Там будут созданы более комфортные условия и обучение для ульянских школьников. А для студентов ульянских вузов губернатор поручил разработать проект «Разговор с наставником». Для того, чтобы будущие управленцы, будущая вообще в целом техническая или социальная элита ульяновской области услышали в ходе откровенного разговора реальную ситуацию и в отрасли, и в регионе. Предварительно будут собирать вопросы студентов и преподавателей. Проводить разговор с наставником планируют раз в месяц. И еще один образовательный проект будет реализовываться в Ульяновской области. В регионе планируется создать научно-исследовательский образовательный центр в области возобновляемой энергетики. Всего таких центров будет 15 по всей стране до 2025 года. На их создание выделят более 8 миллиардов рублей с федерального бюджета. Планируется привлечь также 134 миллиарда в небюджетных средств. В первом квартале 2020 года Министерством науки и высшего образования Российской Федерации будет приведен следующий конкурсный отбор. Собственно говоря, к этому конкурсному отбору мы сейчас и активно готовимся. В этом году предполагается, что будет объявлено еще 5 регионов, которые создадут на своей площадке научно-образовательные центры. В заключении аппаратного совещания глава области наметил ряд инициатив, которые будут направлены на популяризацию чтения. Руководители школьных библиотек должны стать заместителем директоров школ. А компьютерная техника в библиотеке должна быть существенно обновлена. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин